Все, вот, все вот это вот, все, все рушится, все валится. Потолок треснул, стены отошли, пол провалился. Одно дуновение, и дом сложится. Любовь Ласова уверена, всему виной стройка. В 2005-м рядом со зданием сооружали железнодорожный мост. Камазы проходили с этой глиной, с щебнем проходили. Дом тресся, и все начало рушиться. Дом входил в зону стройки, поэтому взамен семье должны были дать другой. Любовь Васильевна рассказывает, ее мама уже держала на руках договор на новенькую двухкомнатную квартиру. Приехали с администрации до белой машины, забрали у ней, у тема обмана выходит. И сказали, бабушка, вы подождите, мы вам сообщим. Забрали что? Документы на квартиру, вот этот договор, который она получала. У них забрали, другой семье дали, причем сразу пять квартир, говорит женщина. Чем могло быть это обусловлено, достоверно утверждать я не могу, в связи с чем это произошло. Но на момент изъятия жилого дома по улице Громова, 66, в доме было прописано и проживало 2, 4, 6, 8, 8 человек, которые по сути являлись членами разных семей. Возможно, как-то были родственно связаны, но так или иначе были разные семьи. И им было предоставлено пять однокомнатных квартир. Уже 15 лет женщина не может вернуть жилье. В администрации подтверждают, дом по этому адресу действительно был в предварительных списках на вереселение. Но позже этот участок не вошел в зону строительства. Из списка его исключили. Вот только стройка же до моста почти разрушила дом. 10 лет назад умерла его хозяйка. 8 лет назад частная экспертиза признала здание аварийным. Теперь это заключение нужно и от мэрии, говорят эксперты. Необходимо в письменном виде обратиться в органы местного самоправления с просьбой проведения осмотра и составления акта об аварийности здания. А еще в мэрии предлагают встать в очередь как нуждающиеся. Если семью признают таковой, она сможет рассчитывать на другое жилье. Если честно сказать, так и боишься, что завалится и привалит он там он. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.